Все случилось неожиданно. Аэропорт прекратил работу и сотни рейсов отменили. Тысячи взволнованных пассажиров толпятся около выходов. Одни нервно ходят кругами, другие пытаются успокоить плачущих детей. Авиакомпании теряют тысячи долларов за каждый час простоя. Так кто или что в ответе за этот хаос? Всему виной дроны. В январе 2009 года рейс 1549 авиакомпании US Airways начал терять высоту, едва успев покинуть аэропорт Лагуардия в Нью-Йорке. Возможно, вам знакома эта история по фильму «Чудо на гудзоне». В тот день пассажирам очень повезло, потому что капитаном злосчастного рейса был Чесли Саленбергер. Он смог безопасно посадить лайнер на реку, и все 155 пассажиров выжили. Причиной крушения было столкновение борта со стаей обычных канадских казарок. В результате происшествия у самолета отказали оба двигателя, и экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Но вот что интересно, вес взрослой казарки не превышает 6 килограммов. Профессиональный дрон, оснащенный камерой, как правило, гораздо тяжелее. Очевидно, что заблудившийся беспилотник может причинить самолету куда больший ущерб. Угодив в двигатель, он запросто может стать причиной крушения лайнера. Безусловно, столкновение самолета с дроном не обязательно должно закончиться для первого плачевно. Чего не скажешь про беспилотник. К примеру, в октябре 2017-го в воздушном пространстве над Канадой произошло очередное столкновение лайнера с дроном. Небольшое устройство угодило в крыло самолета, разбившись в дребезги. Однако самолет практически не пострадал и благополучно приземлился. Возможно, пассажирам лайнера в тот день просто крупно повезло. Американский университет провел серию тестов и доказал, что дрон весом всего 1 килограмм может нанести существенный ущерб воздушному судну, которое движется со скоростью чуть больше 600 км в час. Начнем хотя бы с того, что беспилотник питает литий-ионный аккумулятор. Представьте, что случится, если летательный аппарат попадет в корпус самолета и в результате разлетится на кусочки. В таком случае риск возникновения пожара будет очень высок. А если дрон угодит в одну из турбин, скорее всего, это приведет к остановке двигателя. Жизнь пассажиров от этого точно не станет проще. Более того, дрон весом более 2 килограммов может серьезно повредить или даже пробить стекло в кабине пилотов небольшого самолета. Специалисты поясняют, что дрон, несмотря на хрупкий вид, обладает громадной батареей. Если сравнивать его с птицей, квадрокоптер может нанести более серьезный урон воздушному судну, если угодит в фюзеляж или двигатель. Но проблема не только в физических повреждениях в результате такого столкновения. Дроны могут стать причиной радиопомех. Тогда в наихудшем случае пилоты могут потерять контроль над судном. Случится авиакатастрофа. Вдобавок квадрокоптеры очень непросто заметить в воздушном пространстве. Исследователи из Университета Оклахомы решили выяснить, как быстро пилоты небольших самолетов смогут заметить дрон, если будут искать его целенаправленно. Выяснилось, что летчики видели квадрокоптер лишь когда он приближался к судну всего на 160 метров. Сегодня пилоты коммерческих лайнеров используют сложные системы для коммуникации друг с другом. Это позволяет им информировать коллег о возможных опасностях. Никто из них не полагается только на собственное зрение. Да и к тому же у пилотов просто нет времени высматривать различные объекты, приближающиеся к воздушному судну. Полагаю, вы замечали, что воздушное пространство сегодня буквально кишит дронами. Федеральное управление гражданской авиации США уже зарегистрировало более 1 миллиона 300 тысяч аппаратов, хотя всего несколько лет назад, в 2016 году, этот показатель не превышал 470 тысяч. Некоторые дроны используются в коммерческих целях, такими управляют только операторы, сертифицированные Федеральным управлением гражданской авиации. Но большинство летательных аппаратов используется для развлечения обычными людьми, как вы и я. Конечно, любители должны следовать определенной технике безопасности. К примеру, дрон всегда должен находиться в поле зрения, он не должен подниматься выше 122 метров над землей. Также запрещено летать в пространстве, занятом пассажирскими самолетами. И все же это не избавляет от происшествий. Судите сами. Одно из них произошло в декабре 2018 в Лондоне. Два незарегистрированных дроны были замечены на взлетной полосе аэропорта Гатвик ранним утром. В итоге были отменены сотни рейсов. Некоторые из них задержали, другие даже развернули, чтобы избежать происшествий. Тогда авиакомпании потеряли десятки тысяч долларов, а двум тысячам пассажиров, застрявшим в аэропорту, предложили поменять билеты или вернуть деньги. Спустя несколько недель дроны также были замечены в аэропорту Хитрол. Тогда в очередной раз пришлось вернуть несколько рейсов. К счастью, пока катастроф не случалось. Однако были зафиксированы очень опасные ситуации. К примеру, один из самых ужасных случаев произошел в сентябре 2015 с рейсом 475 авиакомпании American Airlines, который направлялся из города Атланты, штат Джорджия, в Шарлотт, в Северной Каролине. Когда лайнер набрал высоту тысяча семьдесят метров, пилоты заметили дрон в опасной близости от судна. Пришлось совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения. Следующее столкновение могло произойти в ноябре 2015-го. Вертолет поднялся в воздух со здания детского госпиталя в Миссури. В этот момент в него на высоте 427 метров чуть было не угодил дрон. Пресса сообщала, что только крутой разворот с креном, выполненный пилотом, позволил избежать ужасного происшествия. К счастью, в машине не было пациентов, и повреждений удалось избежать. В декабре 2015-го в Калифорнии очередной дрон пролетел на расстоянии полутора метров от вертолета. Все произошло на высоте 305 метров над землей. Такие ситуации чреваты настоящими катастрофами, не редкость и в других регионах планеты. К примеру, сегодня в Великобритании зафиксировано в три раза больше подобных происшествий, чем в 2015-м году. Если в 2015-м 29 дронов чуть было не столкнулись с пассажирскими лайнерами, то в 2016-м их число возросло до 71-го, а в 2017-м достигло 92-х. Возникает вопрос, как власти могут защитить аэропорты от этого? Раньше мне казалось, что всё очень просто, ведь здесь полно радаров, способных отследить любой объект в воздухе. Но оказалось, что всё не так просто. Дроны, по вине которых возникают трудности, обычно не поднимаются выше 1070 метров. Потому высота их полёта существенно ниже зоны контроля обычных авиационных радаров. Аэропорты нуждаются в технике, которая работает быстрее и контролирует малые высоты. Если вам доводилось видеть действующий радар, вживую или по телевизору, вы наверняка помните крошечные пиктограммы, которые означают самолёты на экране радара. Секундные интервалы при их обновлении прекрасно описывают движения самолётов, следующих привычным маршрутам. Но они должны обновляться куда чаще, чтобы описать перемещение беспилотника. Теоретически в аэропортах можно применить специальное оборудование, заглушающее сигнал дронов. В результате они не смогут приближаться к этой территории. Однако применять технологию вблизи аэропортов опасно. Это может повлиять на работу важных каналов связи. Поэтому использовались другие методы. Заблудшие дроны отлавливали с помощью сетей. На беспилотники также охотились специально тренированные орлы. Но решить проблему до конца всё же не удалось. В то же время квадрокоптеры не могут похвастаться продолжительностью работы. В среднем дрон с обычным аккумулятором может находиться в воздухе не дольше получаса. Производителям непросто улучшить этот показатель, ведь мощные аккумуляторы увеличат массу летательного аппарата. Вдобавок большинство квадрокоптеров не способно летать на дальние дистанции. Они взаимодействуют с контроллерами посредством Wi-Fi или Bluetooth-соединения. Если аппарат удалится на 305 метров и больше, сигнал будет потерян. Но самые современные и дорогие дроны могут преодолевать и большие расстояния, и находиться в воздухе гораздо дольше. Пилотам стоит быть начеку. Надеюсь, теперь вы будете ответственно управлять дронами. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот ещё крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.